Я часто слышу об этом разные мифы и легенды, да и мы часто, наблюдая за нашими десятью хвостатыми, очень часто приходим к такому выводу. Я про Барсика. Мы с ним очень сблизились пару лет назад, когда он сильно заболел, и мне приходилось и днем и ночью следить за его состоянием. А когда он лежал в клинике, мы каждый день туда мотались, как бы поддерживая и подбадривая его. Придать ему уверенности, что он не один, мы его не бросили. Он еще когда совсем маленький был, всегда ходил следом и заглядывал в глаза, от этого мне очень часто становилось не по себе. После болезни он не захотел возвращаться в свою стаю на первом этаже, а остался жить с нами. Днем гуляет на улице, а ночью часто сам спит в свободной комнате или на кухне в любимом тазике. Вчера ночью у меня до жути разболелась голова, до тошноты. Капец, у меня такого практически никогда не было. Боль была адская. Я с трудом взяла таблетку и потопала на кухню за водой. Моя голова разрывалась на части, а в глазах темнело. На обратном пути в комнату Барсик увязался за мной. Он давно уже не заходил в мою комнату. Там две мегеры, Ася и Мася. Ох, как ее охраняют. Барсика ни в какую пропускать не хотят, а в эту ночь они тусили у соседей. Мы зашли в комнату, я выпила таблетку и прилегла на кровать. Барсик подошел и начал трындеть. Да-да, именно трындеть. Мы с ним так научились по ночам общаться. Я подходила его проверить, когда он болел. Жив ли? Плохо ли? А он научился мне отвечать. Мур-мур-мур-мур. Бла-бла-бла-бла. Типа, все нормально. Я жив. Спим дальше. А здесь как пристал. И бла-бла-бла-бла-бла-бла. Я поинтересовалась, все ли у него хорошо. И судя по его ответам, у него был полный норм. Он продолжил свой неугомонный трындеж. Я ему, Барсик, отстань. У меня капец как болит голова. Ща помру. И жестом показала на голову. Я ей рада уделить тебе внимание. Но не могу. Он как-то странно на меня посмотрел. А головная боль нарастала еще с большей силой. И мне казалось, что мой мозг вот-вот лопнет. Барсик взобрался на мою подушку. Прилег рядом с моей головой. Начал аккуратно жамкать мои волосы. Иногда аккуратно цепляя ноготками кожу моей головы. Похоже на его укалывание. Сил шевелиться у меня не было. Пусть жамкает. Так мы пролежали минут пять. И вдруг я почувствовала, как головная боль отпускает. Еще минут через пять я спокойно заснула, так как боль ушла и можно было расслабиться. Проснувшись утром, я обнаружила Барсика рядом с собой. То есть так мы проспали всю ночь. Странное, однако, чувство. Мне интересно, таблетка ли это сработала? Или Барсик помог мне избавиться от боли своей лечебной силой? А у вас бывали такие случаи, когда животное избавляло вас от боли? Верите ли вы в их магическую силу? Я в такие моменты всегда сомневаюсь.